В самолёте бомба. Это самая страшная сова, которую можно услышать, находясь на борту самолёта, но всё же, что будет, если в самолёте взорвётся бомба? Поэтому сегодня в игре Teardown с максимально реалистичными разрушениями мы и проведём такой эксперимент. Взорвём бомбу в самолёте и выясним, что же с ним произойдёт. Упадёт ли он, смогут ли выжить пассажиры и какие части этого самолёта отвалятся. К слову, идею для этого видео вы предложили мне в комментариях, поэтому если у вас есть ещё гениальные идеи для экспериментов, которые мы можем провести в Teardown, предлагайте в комментариях. А начинать я предлагаю с вертолёта. Это, мне кажется, даже интереснее самолётов, потому что никогда не знаешь, как поведёт себя вертолёт, если в нём что-то взорвётся. Пропеллеры могут перестать работать, пропеллеры могут отлететь, вертолёт может закрутить, в общем, произойти может всё, что угодно. У нас здесь находится большой грузовой вертолёт и два пассажира на борту, не считая пилотов. Смогут ли они выжить в этой авиакатастрофе, если в вертолёте взорвётся бомба и он всё-таки упадёт? Остаётся только понять, где нам располагать бомбу в этом вертолёте. По сути, здесь один грузовой отсек, поэтому выбирать, где будет располагаться бомба особо и нет смысла, потому что единственное место, где лучше всего заложить бомбу, чтобы вертолёт точно упал, это, конечно же, в кабине пилотов. Итак, всего лишь одна взрывчатка против огромного вертолёта. Какой урон она сможет ему нанести? Три, два, один и происходит взрыв. Да. В принципе, ничего удивительного. Всю кабину пилотов разнесло на куски. Даже больше кабины пилотов половину вертолёта разнесло на куски, разумеется, все пилоты погибли. Погиб также ближайший к кабине пилотов пассажир. Выжил ли пассажир, который находился сзади? Слушайте, можно сказать, что и выжил, хотя спорный вариант, потому что, судя по всему, у него оторвало голову. Как бы там ни было, я считаю, что шанс выжить в этой авиакатастрофе был приблизительно 30%, если вы сможете пережить падение этого вертолёта на землю, ведь задняя часть абсолютно полностью уцелела. Да, тут разрастается пожар, но если вовремя его потушить, то какие-то пассажиры смогут спастись. Давайте попробуем его затушить, чтобы огонь не распространялся дальше. И всё, пожалуйста, мы затушили пламя и смогли добраться до пассажиров, которые находились на задних сиденьях. Жалко, конечно, только эту пятёрочку, у которой горит вся крыша, и, судя по всему, вся эта крыша сейчас обвалится на прилавке с продуктами. Следующим участником нашего эксперимента будет пилот Василий на его маленьком самолёте Cessna 172. Если в таком самолёте произойдёт взрыв, он неминуемо упадёт. Я в этом не сомневаюсь, ведь размеры этого самолёта буквально рассчитаны только на 4-х человек и несколько, так сказать, рюкзаков груза. Поэтому возникает логичный вопрос, где же в этом самолёте могут заложить бомбу? Я считаю, что где-нибудь под задним сиденьем она, в принципе, может располагаться. Я специально уменьшил количество взрывчатки в нашем Си-4, чтобы этот самолёт не разлетелся в клочья. Но чуть позже мы заложим в него максимальное количество взрывчатки, и я думаю, там от него ничего не останется. Так или иначе, самолёт отправляется в свой полёт, летит спокойно по своему курсу, но тут внезапно происходит тот самый взрыв. Ёх, ё-моё, слушайте! Как же он неудачно упал! Вы представляете себе, он упал прямо на нефтеперерабатывающий завод. Мало того, что он частью своего крыла врезался в здание, и, в принципе, это сильно повлияло на то, что он начал падать. Внезапно он сменил траекторию. Так ещё и его траектория идеально упала на нефтеперерабатывающий завод. Я думал, взрыв будет сильнее, но, на самом деле, даже не знаю, куда сильнее. Почти половина этого нефтеперерабатывающего завода разлетелась на куски. Что же у нас случилось с самим самолётом? Одно крыло полностью оторвано, но оно оторвано из-за того, что он врезался в здание. Смог бы ли там выжить пилот Василий? Василий, слушайте, тут 50 на 50. Почему-то именно кресло пилота уцелело больше всего, а это значит, что в целом, в целом, в теории, он мог бы пережить этот взрыв, но, скорее всего, осталось бы инвалидом. В общем, я думаю, что шанс выжить в этой авиакатастрофе был около 10%. Хотя, стоит опустить этот шанс ниже, учитывая, что самолёт упал прямо на нефтеперерабатывающий завод, и странно, что самолёт не взорвался вместе с этим заводом, а пролетел дальше, и взрыв буквально миновал его за спиной. Второй полёт пилота Василия. В этот раз, как я и обещал, заложил почти максимальное количество взрывчатки в это взрывное устройство. Я думаю, что особо надеяться пилоту Василию в этой ситуации ни на что не следует. Ведь этот взрыв... Да, как я и предполагал, этот взрыв разнёс самолёт в клочья. Он буквально разлетелся в воздухе, и на землю упали уже лишь обломки этого самолёта. Разнесли часть пятёрочки, и самое ужасное то, что обломки попадали даже в жилой дом. Кто в этом жилом доме находился, вероятно, тоже спокойно могли бы погибнуть. У нас оторвало задний хвост, у нас оторвало крылья, буквально разнесло кабину на клочья. Кочья, я не знаю, все части этого самолёта разбросаны туда-сюда. Здесь особо шансов выжить, я думаю, и не было. Повышаем наши ставки, теперь у нас CRJ-200, прекрасный частный самолёт, на борту которого находится 10 пассажиров, включая пилотов. Все они направлялись в конечный пункт назначения, но конечный пункт назначения для них будет именно в воздухе через несколько секунд, когда здесь взорвётся очередная взрывчатка. Остаётся только понять, где нам установить эту взрывчатку. Если бы я был, так сказать, террористом, куда бы я поставил свою взрывчатку? Надо её, очевидно, было бы где-нибудь спрятать. Самое лучшее место, где можно спрятать взрывчатку, это, конечно же, туалетная кабинка. Открываем туалетную комнату, и давайте попробуем здесь разместить аккуратно нашу взрывчатку. Поставим её прямо сюда, посмотрим, что же она сможет нам тут сотворить. Но одной взрывчатки, я думаю, будет маловато для такого большого самолёта, хотя эта взрывчатка находится прямо напротив двигателя. Я думаю, что ещё одну взрывчатку можно припрятать где-нибудь за креслом. Посмотрим, хватит ли этого, чтобы сбить довольно большой самолёт и добиться того, чтобы он рухнул на землю. Что ж, CRJ-200 отправляется в свой последний полёт. А возможно и нет, сейчас это мы с вами и выясним. Начинается полёт, летит по своей траектории, но тут происходит взрыв в заднем отсеке. Нет, всё-таки взрывы произошли достаточно серьёзные. Одна часть самолёта улетела вниз, другая часть самолёта влетела прямо в жилое здание, разрушив целый подъезд. Вы посмотрите, сколько квартир там пострадало. Признаюсь, взрывчатки было в этом самолёте весьма много. Настолько много, что его расколотило на две части прямо в воздухе. Боюсь, что шансов выжить здесь абсолютно никаких не было. Все пассажиры, которые здесь находились, особенно в задней части, смотрите, заднюю часть, здесь от самолёта ничего не осталось. Туалетная кабинка вся разлетелась. Все сидения разлетелись. Тут остался только фюзеляж и то только часть этого фюзеляжа. Стоит отметить, что передняя часть самолёта уцелела гораздо сильнее. Но я не вижу ни одного, ни одного пассажира, который остался бы в самолёте. Всех повыбрасывал на улицу. А кабина пилотов от удара на землю вообще исчезла. Недалеко от места крушения, прямо по той траектории, где пролетал самолёт, я обнаружил куски тел. Кишки, которые валяются прямо на дороге, они падали с неба на улицу. Но представьте, что здесь кто-то гулял со своими детьми, а на них падает чья-нибудь голова или чья-нибудь отрубленная нога. Больше всего жалко, конечно, ларёк с шаурмой. Но я думаю, никто не будет сомневаться, что шансов выжить в этой авиакатастрофе был абсолютно 0%. Но я всё же думаю, что такое большое количество взрывчатки пронести в самолёт проблематично. Если бы кто-то решил заложить бомбу в самолёте, взрывчатки там было бы в 10 раз меньше. Поэтому я разместил снова две бомбы в тех же самых местах, в туалете и под одним их сидений. Но в этот раз нам будет в 10 раз меньше взрывного вещества. Сможет ли этот самолёт пережить такой взрыв и не потерпеть авиакрушение? И смогут ли люди выжить, если всё-таки это авиакрушение произойдёт? Сейчас мы это с вами и выясним. Самолёт начинает в свой прекрасный путь к конечной точке. Но, понятное дело, до конечной точки он идёт, потому что происходит взрыв! Нет. Всё-таки этого взрыва тоже было более чем достаточно, чтобы разрушить как минимум одно крыло. Одна из бомб повредила крыло, которое находилось снаружи. Самое удивительное, что бомба, которая взорвалась, судя по всему, в туалете, даже не повредила двигателя. Ну как не повредила двигателя? Ладно, всё-таки двигатель был частично повреждён, но он остался на месте. Самолёт начал падать только из-за того, что образовалась огромная дыра в фюзеляже. И у этого самолёта оторвало целое крыло. Возникает лишь вопрос. Самолёт не взорвался и самолёт не развалился на части. Смогли ли выжить пассажиры, которые находятся внутри? Давайте зайдём вовнутрь и посмотрим. Итак, что у нас здесь? Здесь ужасная картина! Всё внутри разрушено! Все, кто находился сзади, однозначно погибли. Потому что здесь произошло сразу два взрыва. Один под крылом, другой в туалете. Здесь от самолёта не осталось ничего. Не забывайте, здесь было в 10 раз меньше взрывного вещества. Что же у нас здесь? Возможно, кого-то завалило обломками. Но, да. Увы, я не вижу ни одного, ни одного человека внутри этого самолёта. А пилот, что с пилотом-то? Вот пилот, судя... Слушайте, пилот, судя по всему, мог выжить. Здесь есть повреждения от столкновения с землёй. Кабина, конечно же, разрушена. Но мы, по крайней мере, видим пилота. В отличие от всех остальных пассажиров, которые исчезли бесследно. Серьёзно? Здесь было 10 пассажиров, но я не могу найти ни одно тело. Вероятно, всех их зажало обломками. А кого-то даже, видимо, выбросило на улицу. Да, здесь валяются куски тел. Даже на частный участок прилетели какие-то останки тел. Судя по всему, из-за взрыва. Я не знаю, какой шанс выжить в этой авиакатастрофе был. Могу предположить, что процентов 15. Тут уж как повезёт. Boeing 737. Он в 4, а может быть даже и в 5 раз больше предыдущего самолёта. Действительно огромный авиалайнер, который настолько же большой изнутри. Здесь есть бизнес-класс, наполненный пассажирами. И есть огромный эконом-класс, тоже наполненный пассажирами, не включая ещё пилотов и бортпроводников. Огромный авиалайнер с большим количеством пассажиров. Я боюсь представить, что здесь может произойти, если вдруг в самолёте действительно окажется бомба. Осталось только понять, где нам эту бомбу припрятать. Тут закрыты туалеты, поэтому в туалет нам попасть нельзя. Туалеты закрыты перед взлётом, поэтому нельзя туда заложить бомбу. Нам нужно искать другое место, куда мы можем её припрятать. И самый очевидный вариант, который возникает у нас на уме, это спрятать бомбу на багажной полке. Одной бомбы, конечно, скорее всего, будет маловато. Даже если тут произойдёт дыра в фюзеляже, самолёт продолжит лететь, если будут исправны остальные системы, и быстро совершит аварийную посадку. Поэтому нам нужно перестраховаться и, наверное, заложить ещё одну бомбу в другом багажном отделении. И, кстати, про багажное отделение. В этом самолёте оно тоже есть. И ведь кто-то мог припрятать бомбу в сумке, которая сюда и попала. Поэтому закладываем здесь взрывчатку тоже. И знаете, у меня сейчас возникает реальный страх оказаться внутри самолёта во время авиакатастрофы. И я тут подумал, а почему бы нам не воссоздать такую авиакатастрофу и поучаствовать в ней от первого лица и пережить весь спектр эмоций, которые можно, в принципе, получить, находясь внутри падающего самолёта. Я думаю, вам понравится эта идея, поэтому напишите в комментариях, если вы хотите её увидеть. А я тем временем хочу заложить четвёртую бомбу где-нибудь здесь под сидением. Пока что все эти взрывчатки имеют гораздо меньшее количество взрывчатого вещества, примерно в два раза от максимального количества. Хватит ли этого, чтобы сбить такой огромный самолёт в воздухе, чтобы он упал на землю и разрушился? Давайте это с вами и выясним. Запускаем самолёт и готовимся смотреть на результаты этой авиакатастрофы. Взрыв произошёл сзади, постепенно взрывается каждое взрывное устройство. Слушайте, самолёт летит дальше. Самолёт летит дальше. Этого не хватило, правда? Правда, судя по всему, там вываливают из него вещи, самолёт разгерметизирован, но он летит, в принципе, совершит аварийную посадку. Я не смогу, к сожалению, на него попасть, потому что он от меня улетел, но мы выяснили то, что четырёх взрывных устройств не хватило, чтобы сбить огромный Boeing 737. Вероятно, я думаю, что мы не смогли его взорвать не только из-за силы взрыва, но и из-за того, где эти взрывы произошли. Мы заложили взрывчатку в задней части салона. В результате не были повреждены важные системы и самолёт продолжил путь дальше. Что, если в этот раз заложить эти взрывчатки напротив аварийных выходов прямо над крылом рядом с двигателем? Боже мой, уже кто-то провалился в багажное отделение. Господи, как так получилось? Ладно, неважно. Давайте спрячем в этот раз взрывчатку, получается. Вот здесь, на багажной полке. Дальше заложим его под сидением в первом классе прямо здесь, напротив двигателя. Думаю, что где-нибудь поближе к кабине пилотов тоже можно что-нибудь припрятать. И, как и в прошлый раз, положим взрывчатку в багажное отделение. Что ж, в этот раз, боюсь, взрыв будет достаточно сильный, чтобы взорвать этот Боинг 737. Я все-таки надеюсь, что пассажиры уцелеют, но надо быть реалистами в этой ситуации. Теперь взрывчатки в два раза больше. Максимальное количество взрывного вещества установлено в каждой взрывчатке. Четыре бомбы, которые готовы взорваться. Запускаем наш самолет и не теряем времени. Взрываем. Первый взрыв. Второй взрыв. Третий взрыв в передней части. И четвертый взрыв в багажном отделении. Слушайте, самолет продолжает лететь? Как так? Там все, там просто обломки летят от самолета вниз. Люди летят вниз, самолет разгерметизирован, но, тем не менее, его аэродинамические свойства не повреждены, он улетает. Я не знаю, совершит ли он аварийную посадку, или все-таки разобьется. Можете погадать об этом в комментариях, но, учитывая, сколько обломков попадало от этого самолета вниз, я удивлен, что разгерметизации было недостаточно, чтобы его сбить. Будем считать, что шанс выжить в той авиакатастрофе был приблизительно 40%. Все зависело от того, были ли вы пристегнуты, потому что вас могло вытянуть из самолета и выбросить наружу, или, в принципе, от того, как бы прошла аварийная посадка, потому что мы не знаем, сколько там еще кусков самолета отвалилось вплоть до того, как он сел. Но в этот раз я пошел дальше. Теперь взрывчатки установлены под каждым двигателем, под каждым крылом, также под кабиной пилотов и внутри самолета, в том числе в багажном отделении. Если сейчас самолет продолжит лететь, то вы можете не переживать. Даже если вы услышите фразу в самолете «бомба», вы спокойно можете долететь до пункта назначения, если эта бомба находится не рядом с вами. Что ж, давайте посмотрим, справится ли самолет с таким взрывом. Начинается первый взрыв. А, ну, ну, в принципе, понятно, да. Здесь, здесь уже без вариантов. Как минимум, от самолета отлетело оба крыла, оба двигателя, и этот самолет богополучно падает рядом с огромным домом. Кстати, заметьте, что ему не хватило буквально нескольких метров, чтобы не врезаться в это многоэтажное здание. Если бы самолет и эта многоэтажка столкнулись, боюсь, что последствия были бы гораздо серьезнее. Но в результате пострадали только нижние этажи из-за того, что в них влетел двигатель этого самолета. Двигатель размером, наверное, в три этажа. Итак, обломки усеяли все улицы. Давайте начнем с кабины пилотов. Напоминаю, что первая бомба располагалась прямо под кабиной пилотов, и это способствовало тому, чтобы от кабины ничего не осталось. Даже если бы самолет каким-то чудом полетел дальше, боюсь, без кабины пилотов и без самих пилотов он бы далеко не пролетел. Заходим вовнутрь в то, что осталось от этого самолета. Видим второй эпицентр взрыва. Как раз таки здесь на багажном отделении я и закладывал вторую бомбу. Здесь весь первый класс разнесло на куски. Какие-то сидения уцелели, но большой вопрос возникает к тому, смогли ли бы уцелеть там пассажиры, учитывая, что здесь разгорается пожар, и учитывая, что этот самолет упал с большой высоты. Сейчас-то он летел на высоте 100 метров, но если бы взрыв произошел на высоте 10 километров, боюсь, там бы было без вариантов. Ладно, продвигаемся дальше через эконом-класс, который тоже наполовину разрушен вплоть до самого конца и сзади, где находилось багажное отделение, тоже огромная дыра. Часть самолета упала на жилое здание, вернее, задняя часть, буквально его расщемило на две части благодаря этому жилому зданию. Хвост остался сзади, а фюзеляж спереди. Из этого в здании разгорается пожар и я думаю, что все квартиры в этом подъезде уничтожены. Куски самолета на проезжей части, куски самолета на еще одном здании! Все-таки самолет упал на какое-то двухэтажное здание, на которое падал другой наш самолет и в результате, посмотрите, от него в этот раз вообще ничего не осталось. Здесь шансов выжить был 0%, даже если бы вы находились где-нибудь в этой комнате, вас бы завалило обломками. А вот этому частному дому повезло гораздо сильнее. Несмотря на то, что на этот частный участок упали как раз-таки обломки самолета, сам дом на удивление не так сильно пострадал и внутри, если бы кто-то здесь находился, он бы реально родился в рубашке. И шансов здесь выжить абсолютный 0%. Что ж, надеюсь, вам понравился сегодняшний эксперимент. Не забудьте поставить свои зверские лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие видео по Тердам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин